Приветствую всех на фабрике новым. Меня зовут Анастасия Файер. Имя ей. Сегодня Игорь Яковенко, журналист, социолог, мать эксперт. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, наблюдаем мы сегодня такие вот картины в России, как полиция разгоняет россиян, которые скандируют «Путин, помоги», потому что мы знаем, что в Орске сейчас большие проблемы, люди требуют выплат, требуют каких-то денег, помощи. Но сейчас уже видим, что люди уже не могут терпеть, что, кстати, для россиян, мне кажется, не совсем, как говорят в Украине, притоманно. И вот есть уже такие вот кадры, люди выходят. Вот можно говорить о том, что сегодня россиян, если что-то и разозлит, то, скорее всего, какие-то внутренние проблемы, когда они уже не смогут терпеть. И вот с этого такого вот, может, маленького протеста начаться что-то больше. Или на это сегодня не стоит обращать внимание? Да нет, я думаю, что что-то большее. Ну, во всяком случае, значит, то, что произошло, ну, действительно, люди лишились домов, люди, у людей наводнение. Несколько тысяч человек лишились домов, и, в общем-то, причем лишились их практически безвозвратно, потому что наводнение, оно уносит это жилье полностью, жилье приходит в негодность. И понятно, что люди возмущены, люди, так сказать, понимают, что с ними обошлись несправедливо. Там компенсация крошечная, которая в данном случае выделяется, на эту компенсацию там невозможно. Не то, что жилье снять, невозможно даже, так сказать, как-то поддержать свою жизнь. Поэтому понятно, что у людей, в общем-то, большие серьезные проблемы. Значит, когда вы говорите, что начнется что-то большее, ну, во-первых, начнем с того, что это происходит все-таки в какой-то небольшом количестве областей. То есть, это касается Оренбургской области, в какой-то степени это Тюмень, это Самара, ну, в общем, это далеко-далеко не вся Россия. И в итоге, в общем, что-то большее что? Они же обращаются к Путину. Путин, помоги, то есть, это царь, царь хороший, бояре плохие опять. Поэтому нет, ничего большего здесь ждать не стоит. Это локальное возмущение, локальный протест против просто вот несчастья, которое случилось. Никакого понимания, что это вообще надо что-то менять в стране, здесь этого ничего нет. Так что это, ну, можно считать, что это просто локальный протест против плохой жизни, которая с ними случилась. Причина, все достаточно известно, тут все понятно, что, в общем, это разгильдяйство, это безумие людей, которые построили эту дамбу, которая в два с лишним раза меньше, чем надо было. То есть, известно, что вот это вот наводнение, которое там случается, они были и, вода была и уровень 12 метров превышения обычного состояния и 9 метров, а дамба была всего-навсего 5,5 метров построена. Так что здесь все более-менее понятно. Это разгильдяйство, плюс еще коррупция, потому что при постройке этой дамбы примерно половина из этого миллиарда, которое строило это сооружение, было украдено. Так что это обычная история. Тем временем Францию больше не интересует диалог с Россией, после того, как Москва исказила слова министра обороны Себастьяна Ликорню о переговорах в Украине, как сказала министра иностранных дел Франции, что пресс-релизы и отчеты, которые подают россияне, это ложь. О чем это говорит? Не знаю, когда Франция, скажем так, шла на разговор с Россией, ожидали ли они реально чего-то другого, ожидали ли они какого-то конструктива? И можно ли говорить теперь, что вот после этого события, после заявления о Франции, уже любые переговоры западных стран, цивилизованных стран с Россией исключены? Вы знаете, вот я пытался найти во всех этих источниках одну простую вещь, а кто, собственно, кому позвонил. И я не нашел, потому что, ну, это и, согласитесь, имеет некоторое значение. Судя по всему, все-таки звонок был с российской стороны, потому что, в общем, само содержание разговора, оно носило характер попыток выяснить, а что же имел в виду президент Франции Макрон, когда говорил о возможности присутствия французских войск на территории России. И, в общем, звонок был с российской стороны. Поэтому, да, действительно, в общем-то, принцип «никогда не разговаривайте с россиянами», он на сегодняшний момент уже установился. Потому что даже сам факт, что кто-то пытался бы разговаривать о каких-то мирных переговорах между Россией и Украиной в ходе беседы двух военных министров, в самом себе это странная история, потому что при чем здесь военные министры? Переговоры между Россией и Украиной, ну, еще было бы понятно, если бы это был разговор министров иностранных дел. Но каким образом военные министры могут говорить о переговорах между Россией и Украиной, ну, это, в общем, довольно странно. Поэтому явно переврали. Явно, так сказать, российская сторона выдала желаемое за действительное. И просто-напросто, ну, в таких случаях говорится, значит, российская сторона просто-напросто соврала. И это действительно послужило основанием для того, чтобы сказать, что, ну, значит, разговаривать больше нельзя, потому что после этого перевирают все содержание разговора. Вот. Так что я думаю, что это с российской стороны был такой акт неприличного обычного вранья. Тем временем также наблюдаем, что сейчас состоялась поездка Лаврова в Китай. Как говорят, в Кремле это можно расценивать как подготовку к визиту в страну президента РФ Путина, сказал Песков. Впрочем, это все было прогнозируемо, потому что была информация ранее, что Путин собирается поехать к Си. Чего же знать от этой поездки? Вот насколько здесь может быть явная та ложь, которую наверняка потом также подадут нам СМИ, подадут Кремль. Они же представляют себя и Китай как очень две важные страны, у которых очень много общего и разные двусторонние торговые отношения. Ну, в общем, чуть ли не самые лучшие страны, самый лучший союз. Но все же, чего ожидать? Если брать внимание то, что также скоро ИСИ должен встретиться, например, с Макроном. Вот как здесь состыковать эти все встречи, что они могут в результате сказать и кто на кого всего больше повлияет? Я не думаю, что здесь стоит искать какие-то большие, глубинные изменения в архитектонике устройства мира от этой встречи. Потому что понятно, что Россия зависит от Китая. Понятно, что Китай на сегодняшний момент является крупнейшим торговым партнером для Российской Федерации после того, как Россия потеряла европейский рынок, европейский рынок сбыта энергоносителей и европейский рынок товаров потребления, то Китай занял это место и того, и другого рынка. То есть Китай, безусловно, является крупнейшим сегодняшним торговым партнером и в плане энергоносителей сбыта, и в плане поставки товаров потребления, начиная от автомобилей, кончая ширпотребой и прочего. То есть это все Китай. Российские потребления сегодня в основном это Китай. Поэтому значение имеет большое Китай в разговорах о том, чтобы кроме всего прочего Китай это страна, которая, государство вернее, которая, так сказать, управляет во многом крупнейшим военным партнером России. Я имею в виду Северную Корею, потому что именно Северная Корея на сегодняшний момент обеспечивает Россию значительной частью снарядов, которыми Россия обстреливает Украину. Ну а зависимость Северной Кореи и Китая тоже достаточно очевидна. Поэтому значимость Китая весьма высока. Скорее всего разговор идет именно на одну из этих или на все обозначенные темы. Сказать, что что-то может здесь серьезно измениться, вряд ли, потому что Россия заинтересована Китаем, является младшим партнером. Но, с другой стороны, какой-то, так сказать, замысел и что-то изменить в российской политике у Китая подозревать довольно сложно. Поэтому я не вижу здесь какого-то поворотного момента в этом визите. Я думаю, что здесь в основном мы имеем дело с инерционным развитием событий. Вряд ли здесь стоит ждать каких-то серьезных изменений. Что касается визита французской делегации в Пекин, то, в общем-то, понятно, что Китай является одной из крупнейших сегодня мировых держав. И, понятно, попытка установления каких-то переговоров. И, в частности, вполне возможно, что здесь как раз и вот здесь может присутствовать попытка повлиять на Китай с тем, чтобы Китай каким-то образом изменил политику России. Но я думаю, что это достаточно бесполезное занятие, потому что, ну, во-первых, все-таки зависимость России от Пекина не такова, чтобы Пекин мог управлять Россией. Да, это младший партнер, но это не вассал. Так что я думаю, что тоже ждать каких-то серьезных изменений от этого визита не приходится. Тем временем МАГАТЭ получила информацию от запроса к атомной станции, что была очередная атака беспилотника. Я, правда, не знаю, зачем мне эта информация, потому что в предыдущий раз, буквально накануне, МАГАТЭ сообщила, что также получили информацию, и глава организации призвал воздержаться от действий, которые создают опасность для станции, не называя, кто стрелял, с какой стороны, так понимаю, что даже и не разбираясь. Можно ли говорить сегодня, что это вот ситуация вокруг ЗАЭС, это какой-то намек на эскалацию, для чего сегодня это Россия? Ведь мы помним, как очень много разговоров было сразу же в начале полномасштабного вторжения, были разные переживания, что Россия пойдет на какую-то провокацию, эскалацию именно там. Потом долгое время удавалось сдерживать ситуацию, а вот сейчас вот такие вот тревожные звоночки. Можно как-то это расценивать с точки зрения накаления ситуации, не знаю? Вы знаете, я думаю, что речь идет о продолжении разными способами ядерного шантажа. То есть есть ядерный шантаж в виде непосредственных обещаний угроз ядерного удара, а есть вот ядерный шантаж в виде обострения ситуации вокруг атомной электростанции. И то, и другое – это форма ядерного шантажа. Россия, я не думаю, что в состоянии сегодня перейти какую-то грань, после которой этот ядерный шантаж от угрозы станет реальностью. Но пугать ядерной угрозой – это, ну, пожалуй, что на сегодняшний момент основная форма внешней политики России. Ядерный шантаж – это, пожалуй, главная составляющая дипломатии российской, если можно назвать это дипломатией. Тем временем пишет Институт изучения войны, что Россия, конечно же, сегодня пытается свои щупальца и на другие страны распространять. В частности, они опять констатируют тот факт, что Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, послать каких-то своих пророссийских чиновников, политиков или кого-то переванить на свою сторону, понимая, что работают спецслужбы. Но если сегодня говорить о тех таких массовых обеспокоениях, которые звучат в разных точках мира, в разных странах, все же, кому больше всего сегодня стоило бы беспокоиться и кого будет выбирать Россия? Какую-то страну НАТО или все же они посмотрят еще на какие-то страны, которые можно было бы полегче захватить и тем самым предоставить это своему населению какую-то очередную победу? Вы знаете, я думаю, что на сегодняшний момент не существует реальной, актуальной угрозы. Это не значит, что не существует угрозы вообще. Угрозы есть. До тех пор, пока существует вот это образование под названием Российская Федерация, которое превратилось в огромный фашистский рейх, угроза, пожалуй, что и нет страны на планете Земля, которая в той или иной степени не могла бы ощущать какую-то угрозу. Но актуальна это потенциальная угроза. Потому что, как известно, как Путин правильно сказал, что граница, вернее, Путин правильно отразил суть политики России, что граница России не кончается нигде. Поэтому, в принципе, вот эта тенденция к расширению России, именно попыткам захватить что-то чужое, она может коснуться теоретически любой страны. Но конкретно вот сейчас я не думаю, что какая-то страна может стать объектом нападения России. По очень простой причине. Россия весь свой военный потенциал сейчас реализует в Украине. У России нет запасной армии, которая могла бы напасть, скажем, на страны Балтии, или на Казахстан, или на Молдову. Но и страны Балтии, и Казахстан, и Молдова являются потенциально объектами агрессии России. Но не сейчас. Сейчас, в настоящий момент, я думаю, что нападение на какую-то еще одну страну, помимо Украины, крайне-крайне маловероятно. Пожалуй, что вероятность этого нападения близка к нулю. Про российские руки в разных странах. Ну, во-первых, избрание Петера Пеллегрини президентом Словакии. Например, пример Венгрии. Орбан считает очень большой победой для поклонников мира во всей Европе. То есть понятно, какую историю, про какой мир он говорит. Наверняка про русский. Но все же, как думаете, можно ли сегодня наблюдать какую-то тенденцию к тому, что сегодня таких вот пророссийских политиков встает в Европе больше? Или все же Россия просто больше и более тщательно над этим работает? Здесь трудно говорить о какой-то тенденции. Понимаете, тенденция на основе единичного события. Да, это очень плохая история. Победа, скажем так, проорбановских сил. Потому что явно здесь и влияние. Здесь просто прямое влияние Венгрии. Потому что, в частности, венгерские СМИ, они, так сказать, активно очень действовали во время этой избирательной кампании. И, в общем-то, это действительно укрепление режима ФИЦА, который, безусловно, является союзником Орбана во внешней политике. Это плохая история. Безусловно, это плохая история. Но, понимаете, на основе вот этого единичного события выводить какую-то тенденцию, я думаю, что все-таки не стоит. Ну, согласитесь, где тенденция? Ну, вот есть мафиозный режим Орбана. Да, это очень плохо. Ну, вот он есть. Да, вот возник другой режим ФИЦА, который сейчас укрепился тем, что президентом страны избран Пелегрини. То есть, это тоже плохая история. Все. Два события. Ну, для того, чтобы все... И еще было, уточню, еще помните, была история с Нидерландами, но там не так все явно. Там ультраправая партия, политик, вот такой был Вилкерсов, он также заявлял о том, что ну, мы вообще сами себя не можем защитить. Мы, конечно, вроде как против Путина, но и против помощи Украины. Вот такие также были звоночки. Ну, хорошо, можно говорить о каких-то таких вот явлениях, но можно, наконец, вспомнить о главном очаге, так сказать, вот этой вот пропутинской дестабилизирующей политики, это, конечно, Трамп. В конце концов, если уж говорить о какой-то тенденции, то это, конечно, трампизм, как огромное, крайне разрушительное явление в мировой политике. Да, безусловно, можно говорить, но это не вчера началось, понимаете, все-таки говорить о том, что вот тенденция какая-то последняя, ну, вряд ли. Да, это, скажем так, это действительно такой внутренний, внутренний, такой внутренний болезнь евроатлантической цивилизации. Прежде всего, конечно, можно говорить о, так сказать, вот этом явлении трампизма. Это действительно болезнь, это болезнь цивилизации, которая связана с тем, что последствиями того, что эта цивилизация перешла из стадии индустриальной в стадию постиндустриальной. То есть причины этой болезни известны, потому что носителями ее, в данном случае, являются те люди, которые пострадали, реально пострадали от перехода к постиндустриальной цивилизации. То есть это понятно. От этого, конечно, не легче, но, тем не менее, говорить о том, что это вот сиюсекундная тенденция, вряд ли. Это давнее, слушайте, сколько трампизм, это же не вчера он возник. И режим Морбана тоже не вчера возник. Да, сейчас вот появился режим ФИЦ, укрепился. Ну, вряд ли можно говорить о том, что из, так сказать, вот двух с половиной десятков стран Европы две страны оказались заражены вот этой болезнью. Ну, вряд ли это все-таки можно считать как эпидемия. Вот. Пока, более того, значит, какие-то тенденции, сдвигая в эту сторону, скажем, ФРГ, они пока все-таки не просматриваются. Франция тоже нет. Потому что Липен, это все-таки из другого мира. Ну, это все-таки не часть вот этой линии. Значит, Великобритания, там тоже нет таких проблем. То есть, ведущие страны Европы все-таки этой хвори не страдают. Поэтому я не думаю, что можно говорить о какой-то тенденции. А болезнь, да, болезнь, она, вот это именно как реакция на переход от индустриальной к постиндустриальной стадии европейского развития. Ну, это, это, ну, я не думаю, что она, так сказать, как-то очень серьезно сможет там, изменить основы евроатлантической цивилизации. Нет, я думаю, что Европа, ей уже сколько, намного больше сто лет, значит, предсказывают закат какой-то. она все закатывается, никак закатиться не может. Поэтому я думаю, что Европа справится с этой хворью. Ну, и евроатлантическая цивилизация в целом. Есть еще одна эпидемия под названием российская пропаганда, и вот пишет этот ваш тендпост, что они получили доступ к документам разведки ЕС и узнали, что российские политтехнологи и интернет-тролли сейчас развернули кампанию по дискредитации Украины, чтобы остановить принятие Конгрессом США помощи Киевом. Мы знаем, что 9 апреля они возвращаются к работе, но и обещают по разным оценкам, что может в апреле еще что-то будет для Украины. Но я так понимаю, что дискредитация Украины это не новое для российской пропаганды, но с другой стороны, а что нового можем увидеть мы, на что может сегодня повестись Америка, не знаю, американские граждане, которые смогут как-то, да, вот, скажем так, быть причастными к этой пропаганде или что-то прочитать, не знаю, что это может быть, телеграммы, соцсети, но все же, что за дискредитация, что за компания, что мы еще не видели, скажем так. Вы знаете, я не думаю, что вот сейчас вот это вот попытки дискредитировать Украину что-то смогут изменить, потому что Конгресс Соединенных Штатов Америки, он сейчас находится, он фактически можно считать захвачен, оккупирован, если угодно, одним человеком, тем же самым Трампом, который через полный практически контроль над республиканской партией сейчас управляет Конгрессом. Это очень печальная история, но здесь подозревать влияние российской пропаганды ясно, думаю, не стоит. Да, российская пропаганда и вообще Путин как мировое зло, это, конечно, огромное, абсолютное зло, но это не единственное зло на земле, и я думаю, что здесь на Конгресс в значительно большей степени влияет Трамп, чем российская пропаганда. Поэтому вот ожидать, что здесь как-то что-то может... Да, российская пропаганда делает свое дело, они пытаются всеми силами воздействовать на общественное сознание, чтобы опорочить Украину, но я не уверен, что вот на сегодняшний момент именно это обуславливает поведение Конгресса. Но я думаю, что все-таки это в основном, так сказать, внутренние предвыборные дела и прежде всего Трамп. Так что... Ну, а что касается вообще в целом ситуации, то, откровенно говоря, я полагаю, что все-таки надеяться на... Конечно, было бы чудо, если бы все-таки удалось провести эту помощь в 61 миллиард долларов, провести через Конгресс, но мне представляется это маловероятным, и это будет просто какой-то чудесный подарок. А в целом, я думаю, что сегодня позиция такова, что задача, которую Трамп поставил перед спикером Палаты представителя Майком Джонсоном, она этим спикером выполняется. И вот, смотрите, уже с ноября когда, вот, про сути дела, Сенат проголосовал этот пакет помощи, в том числе помощи Украины, прошло с ноября, смотрите, сколько времени. Сейчас уже, так сказать, можно считать, что в апреле, ну, уже крайне маловероятно, что это голосование состоится. Поэтому, в общем-то, ну, а там каникулы, а там снова каникулы. Короче говоря, я думаю, что Майкл Джонсон намерен выполнить заказ Трампа и полностью провалить эту помощь, дотянуть это до выборов, а там и до инаугурации Трампа. Ну, а согласитесь, Украина в это время, все это время будет обливаться кровью, поэтому я думаю, что, в общем-то, ждать этой помощи уже не стоит. Ну, будет, будет такой подарок неожиданный, хорошо, но так, в целом, я полагаю, что украинская власть уже, уже на сегодняшнем политическое военное руководство Украины уже переключилось на Европу. Рассчитывать на американскую помощь уже не стоит. Еще одна важная тема, это Россия теракты, Россия идилки, Россия, которая сегодня, конечно, всеми способами пытается винить Украину в Кропу-Сити и обвиняет, уже показывает допрос обвиняемых в атаке на Кропу-Сити, которые говорят, что бежали в сторону Киева, там им рубли должны были как-то выдавать, наверное, в центре Киева на Крещатике, даже не знаю. Но, вся эта история, о чем она говорит, что будет дальше, не прикрывает ли наоборот вот эти все теракты и дел в будущем Путин, чего ожидать России, потому что сейчас, например, говорит группа АТЭШ, партизаны, что Путину якобы понравилось, он видит, что какое-то влияние оно может иметь и, например, может быть какая-то новая атака, чтобы потом, например, уже обвинить там не Киева, а просто вот тех, кто сегодня находится в тылах России, партизан, подполье, как думаете, чего ожидать и все же, это история, это о чем и кому это все же выгодно? То, что главным бенефициаром этого теракта является Путин, это очевидно. Значит, абсурдное обвинение Украины в этом теракте, оно действительно, ну, оно настолько абсурдно, что тут, что называется, трудно себе представить вообще человека, который мог бы поверить в этот бред, и тем не менее, ну, практически все до единого российские каналы, все средства массовой информации России, все политики России, ни одного сомневающегося, это, конечно, удивительная история, потому что абсурд, понимаете, мы помним из истории Советского Союза в сталинские времена, когда обвинения против каких-то людей заключались в том, что человек роет подземный тоннель из Бомбея в Лондон через Рязань для того, чтобы совершить покушение на Путина, вернее, на Сталина, то есть, такие обвинения были, и люди по этим обвинениям расстреливались, вот, абсурдность этих обвинений никого не смущала, но это был действительно, вот, сталинский режим, сегодня абсурдное совершенно заявление о том, что за этим терактом стоит Украина, причем там, ну, все это обрастает подробностями, все это уже показываются эти самые таджики, которые неожиданно выучили за короткое время русский язык, то есть, сначала они вообще по-русски не говорили, потом они на там очередном допросе уже начинают что-то, заученный текст, явно они по-русски ничего не понимают, но их заставили выучить несколько фраз на русском языке, у них в телефоне обнаружился украинский флаг, обнаружились какие-то фотографии украинских военных, ну, я не знаю, только визитная карточка Яроша или визитная карточка Зеленского не была обнаружена для полной достоверности, бред по поводу того, что они должны были там в Киев прийти, но это все настолько нелепо, настолько неправдоподобно, что, в общем, ну, надо бы смеяться, да не хочется, вот, значит, дальше заявление о том, что у исламских радикалов не было оснований, не могло быть оснований для ударов по России, опять еще один вред, очевидно, что уйдил счеты к путинской России достаточно серьезные, это и месть за Сирию, это и месть за Афганистан еще, так сказать, советских времен, короче говоря, ну, это и активность путинской России на западе Африки, то есть счетов и поводов для мести у ИГИЛ по отношению к России достаточное количество, поэтому и, конечно же, возможности есть, потому что питательная среда, это то, что все-таки Афганистан граничит с Таджикистаном и миллион таджиков, которые находятся на территории России, имеется в виду только трудовые мигранты, это, безусловно, такая очень питательная среда, которая может быть основой и объектом для вербовки, особенно учитывая нищенское и крайне униженное рабское состояние, в котором эти трудовые мигранты пребывают на территории России. Так что возможности есть, цели есть, основания есть, так что все складывается. Я думаю, что теракты будут продолжаться. Для Путина своих граждан ему не жалко, поэтому Путина это все вполне устраивает. Насколько здесь в этих терактах будет активное или пассивное участие ФСБ, это отдельный вопрос. То есть, понятно, что в той или иной степени участие либо в форме разгильдяйства, либо в форме активного участия организации, соорганизации, скажем, я думаю, что в той или иной форме ФСБ в этом будет участвовать. Путин является бенефициаром этих терактов, ну а вообще заявление о том, что радикальный ислам не может быть угрозой для России, ну это настолько нелепое заявление, учитывая то, что на протяжении всего управления Путина было значительное количество терактов, устроенных как раз радикальными исламистами, речь идет именно и о Дубровке, об Ислане, так кто же устраивал? Не представители радикального ислама, так что я думаю, что в данном случае Путин врет настолько откровенно, настолько неприкрыто, что в общем-то уже как-то дальше трудно представить себе, как дальше может эта эскалация вранья продолжаться, но она будет продолжаться, так что теракты, скорее всего, будут продолжены, они всегда в интересах Путина, и Путин всегда извлекает из них выгоду, помним, как крупнейший теракт, это Беслан, после этого Путин умудрился из этого сделать вывод, что надо отменить выборы губернаторов, то есть еще раз свернуть какие-то остатки демократии в России, так что Путин всегда будет извлекать выгоду из терактов, так что поэтому они будут продолжаться. Что ж, благодарю вас за важный разговор, за время, которое вы для нас нашли, Игорь Акименко, журналист, социолог, и также медиаэксперт. Благодарю, берегите себя. Спасибо, вы тоже, удачи вам. Дякую вам. Друзья, дякую, так уж вам, если доволись до конца, будь ласка, ставьте подобайки, пишите ваши комментарии, ну и, известно, убережите себя кожен, и залишайтесь с фабрикой новин. До зустрічи. Субтитры подогнал «Симон»!